Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире студия «Вечерний Дмитров». Мы рады приветствовать вас на нашем телеканале и надеемся на активное участие в традиционном разговоре в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях заместитель главы администрации Дмитровского муниципального района по коммунальным вопросам Андрей Константинович Мизиченко. Нетрудно догадаться, что сегодня нам предстоит поговорить о проблемах в существующих в жилищно-коммунальном комплексе. Наметьте пути их решения, а у вас будет прекрасная возможность задать свой вопрос нашему гостю. Так что звоните к нам по телефону 4-22-33, либо пишите на наш сайт www.dmitrovtv.ru. Но прежде чем мы перейдем к теме нашего разговора, по доброй традиции не будем ее изменять, давайте познакомимся с нашим гостем, который впервые принимает участие в нашем эфире. Итак, Андрей Константинович, несколько слов о себе, о своей семье. Где довелось поработать до назначения на эту должность? Добрый вечер, дорогие зрители. Жизненный путь, так сказать, трудовой я начал в органах внутренних дел. А родились ты где? Родился я в городе Нальчиков, в Алино-Балкарской республике. Затем учился в школе, как и все мы. Затем служил в армии, затем после армии пришел на работу в органах внутренних дел. Время было сложное, решил, что так нужно делать. Это выбор был правильный, я считаю. Занимался нормальной мужской работой. Ну и, соответственно, до 2011 года я прошел путь от младшего сержанта до уволился за название подполковника милиции. Закончил службу в Центральном аппарате МВД России в должности замначальника отдела. Затем, вкратце, после увольнения на пенсию, работал в банковских структурах. После этого меня пригласили на работу в администрации городского округа Химки, где я работал советником мэра Владимира Итальевича Слепцова. Тоже самое. Курировал вопросы безопасности, ЖКХ и все прочие. Ну, как говорится, что мэр поручал, то этим и занимался. Безопасность во всем безопасна. Естественно, внутренняя безопасность, там много вопросов было разных. Мы все, с успехом это все мы решили. Кто в Химках была, в тот период времени видел, какие изменения колоссальные, моментальные происходили. Действительно. Ну, понятно. Семья большая у вас? У меня дочь есть. Взрослая уже. Как многие сотрудники органов внутренних дел, оперативные сотрудники. К сожалению, я разведен. Не каждая женщина терпит, да? Совершенно верно, совершенно верно. Работа сложная, на работе никогда, на дома никогда не бываешь, поэтому есть такие моменты. Понятно. Ну, а вот вы можете сравнить свою сегодняшнюю деятельность и, например, службу в органах. То есть, где сложнее все-таки, на ваш взгляд? На самом деле, сложности и там, и там есть. Специфика разная. Специфика разная. Проблемы, кстати, очень похожи. Вот. Поэтому, в принципе, и там, и там сложно. И там, и там нужно работать. И принимать, применять. Не применять, а прилагать колоссальные усилия для получения какого-то результата, если честно. Ну, в принципе, у вас должность, замглавы, буквально вопрос. Да. Как мы все время говорим, здесь это, ну, так бы, бытует мнение, что это расстреливание. Должность вы все время передовая, потому что, ну, кого больше всего критикует? Кому навичек? Ну, естественно, потому что люди что видят? Люди видят грязь под ногами, видят ямы на дорогах, правильно? Видят там... Жалую воду, жалую воду, да, неубранные подъезды, естественно. Они редко замечают там какие-то другие моменты, правильно? Естественно, естественно, должность такая, да, можно сказать, расстрельная. То есть вы готовы к тому, что будет критика сыпаться на вас, да? Я как пионер. Хорошо, тогда такой вопрос. Жители, которые уже, мы познакомились с которыми, да, которые приходили ко мне на приемы, и как бы, и так, ну, приходят, в принципе, я открыт для бесед, для общения, я не закрываюсь. Мы как бы общаемся, и какие-то вопросы решаем, уже решили. То есть совместные находите? Конечно. Хорошо, я для этого и здесь есть, чтобы решать вопросы города, они свои какие-то там или... Понятно. Но вот на ваш взгляд, какими качествами должен обладать руководитель современный, отвечающий за сферу жизнедественного хозяйства? Ну, я должен сказать, во-первых, терпение должно быть, потому что на самом деле жители приходят, они уже приходят, как правило, со своими наболевшими вопросами, которые не решались, возможно, там год-два, а то и пять, да, которые, которые, ну, не знаю, по той либо причине не решались. Поэтому надо людей выслушать, уметь, это, естественно, нужно терпение, прежде всего. Во-вторых, естественно, нужно понимать, какие задачи поставить перед сотрудниками своими, и как их спросить, как их решить. То есть, соответственно, о каких-то вопросах нужно разбираться, и каких-то об этих вопросах. Ну, и как бы надо, конечно же, следовать темпу времени, и все новые методики какие-то применять в решении вопросов. Понятно. Но вот что лично больше всего оцените в людях? Я ценю в людях честность при исполнении своих обязанностей, да. Вот я всегда говорю, кто меня знает, это подтвердят на самом деле. Я никогда не беру там, ну, я руководителем достаточно, я время работал, работаю. Никогда я к себе на работу не беру людей там, ну, из круга друзей, там, родственников. Я никогда этого не делаю, потому что я к людям всегда, либо там какие-то людей, которые мне импонируют какими-то там, по каким-то свойствам. Нет. Я всегда беру людей только тех на работу, которые соответствуют профессиональным критериям отбора. Только профессиональных людей, на которых можно положиться, на которые, которые не подведут, которые профессионалы в свою область. Только таких людей. С родственниками тяжело работать, то есть его же нельзя пожарить, он же родственник. Ну и друзей также, то есть придется самому работать, а мало того, как бы, обычно работа всегда ответственная, и придется за него потом краснеть, отвечать. Понятно, на сто процентов с вами согласен. Поэтому... Хорошо, а каких политических взглядов вы придерживаете, и как любите проводить свободное время, хотя сейчас его совсем уже, наверное, мало. Сейчас, да. Но тем не менее, как это хобби-то есть? Я очень много. На самом деле, я, к сожалению, пока, отмечаю, пока мало времени у меня, потому что... Ну, главное, наладить процесс. Да, надо наладить процесс. Очень много есть блоковых таких ключевых проблем, которые сейчас стараемся решать совместно. Вот, поэтому... Ну, а хобби у меня много. Я, в принципе, катаюсь на всех видах досок, ну, так сказать, на сноуборде, вейкборде. Даже имел опыт покататься на кайте, на серфе даже. Ну, то есть вы экстремал. Да, ну, мне нравится, да, это. На Нагорном велосипеде катаюсь. У меня очень много, да, книги люблю читать. Понятно, все курорты Альп посетили? На самом деле, ну, как сказать, не все курорты Альпы. Я посетил курорты нашей страны, конечно же, и у меня, ну, так сложилось. Давние друзья есть, итальянцы. Так сложилось исторически как-то там, не знаю, жизнь. Вот, ну, в Италию периодически выезжаю к ним в гости. Тоже катаемся в Альпах. Там мне нравится очень. Хорошо. И последний наш традиционный вопрос. У вас есть мечта? Мечта есть у каждого человека, наверное, в этой жизни. Иначе зачем жить, да? Должна быть цель и мечта, да? Ну, мечта личностного характера, может быть, ее не будем, а может быть, в масштабах сегодняшней вашей должности. Ну, во-первых, я хочу сделать так, и к этому стремлюсь на самом деле, чтобы город, ну, город действительно мне нравится, потому что город, он старинный, он имеет свою историю, изюминку. Вот. Его немножко надо умыть, как говорится, немножко почистить, приукрасить. И думаю, что эта цель достижимая. Ну, самое главное пожелание, чтобы умыть не только, как говорится, лицо, но и изнаночку, то есть и окраины. Потому что нас все время жалуются, мы чистим центр, а окраина забывает. Вот, например, сегодня я был на ДСФПС, да, там есть одно место такое, не буду называть его, конкретно вот туда мы 28-го числа большой командой выдвигаемся, там я скажу, что я вижу, что там, я не побоюсь, лет 10 не убиралось в этом месте, точно, потому что там просто не знаю кто, без комментариев, устроили просто свалку там, поэтому до окраина у нас тоже руки доходят, почему мы занимаемся этим вопросом. Хорошо, ну ладно, спасибо за откровенные ответы, а давайте перейдем к теме нашего беседа. Я понимаю, что подводить итоги отопительного сезона еще рано, потому что он не окончен, но тем не менее, вот как он, на ваш взгляд, район пережил без потрясения его, то есть не были какие-то большие аварии, хотя, может быть, особо-то вы еще и не знаете, да? Ну, к сожалению, говорю еще раз, к сожалению, слишком маленький период времени я нахожусь в должности, я не успел погрузиться во все проблемные вопросы, потому что вопросов очень много, действительно, вот, и стараюсь погружаться, но, насколько знаю, вот при моей бытности, таких крупных каких-то аварий у нас не было, и нет, а в основном, я насколько знаю, у меня там планируется интервью в мае месяце, когда мы уже будем итоги подводить, как бы, готов, буду ответить предметно. Понятно, хорошо. Так, есть первый звонок телезрителей, давайте на него ответим. Слушаем вас, говорите. Алло, добрый день, меня зовут Елена. Я проживаю в ЖК Петеречне. У нас там очень, в последний год складывается такая неоднозначная обстановка с горячей водой. Вот на данный момент, сейчас опять, ее практически месяц нету, хотелось бы узнать, когда прекратится этот беспредел. Спасибо за вопрос. Знаете где Петеречья? Да, конечно. Ну, и управляющую компанию Петеречья я знаю. Там очень много сложностей с ней, на самом деле. Вот. Насколько знаю, там несколько, какой-то период времени, там, скажем так, месяц, они не выставляли счета на оплату коммунальных услуг жителям. Вот из-за этого возник вопрос у наших ресурсоснабжающих организаций. И, насколько знаю, там даже мы ограничивали электроэнергию, насколько знаю. Сейчас в ЖК Петеречья, насколько знаю, тоже есть обращение и в прокуратуру, и в ГЖИ, и там проводится работа по проверке деятельности этой компании. Ну, а что с горячей водой? С горячей водой, давайте, я разберусь, как бы, по горячей воде, честно говоря, не готовят по электричеству, по проблемам СУКа, я знаю. По горячей воде я вопрос услышал, я разберусь. Вы свои контактные данные, пожалуйста, оставьте. Чтобы потом можно... Да, я с вами свяжусь, и вопрос мы, я думаю, решим, ну, по крайней мере, будем решать точно. Понятно. Ну, хорошо. Управляющая компания Петеречья вам уже знакома. Да, к сожалению. Удалось познакомиться у вас с всеми компаниями, которые обслуживают наш жилой фонд? Да, конечно. Ну, как наши уважаемые зрители наверняка уже знают, у нас зашла большая компания, так сказать. Жители, как раз, многие не знают. Не знают, ну, докладывают. То есть у нас 95% фонда, то есть не фонда, а управляющей компанией, управляющей компанией выкупила группа компаний ПИК, вот, и они сейчас являются собственниками наших компаний, управляющих. Вот, сейчас у них тоже переходный период, поэтому есть очень много вопросов разных и сложностей. Но мы с ними пытаемся взаимодействовать. Руководитель к нам приезжает на совещание, пытаемся все вопросы эти оперативно решать. Ну, понятно. Но, на ваш взгляд, как это плюс или минус для района, что вошел достаточно серьезный игрок, но вокруг ПИК как положительный момент, так и отрицательный существует. Ну, там разные есть истории, да, в разные его мнения ходят. Ну, на данном этапе тяжело судить, потому что, в любом случае, сейчас пока там этими компаниями управляют те же самые руководители, вот, в оперативное, то какой-то единого центра управления у них нет, поэтому на сегодняшнем этапе тяжело сказать, плюс это или минус. Ну, понятно. Ну, то есть исполнительный директор управляющей компании, как был Лазарев, так он и есть. Да, 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 конечно. Ну, конечно, поэтому пока что, поэтому люди пока и не знают, то есть сидит прежний руководитель, счета выставляются тоже самое. Совершенно верно, совершенно верно, да. Ну, дай-то Бог, чтобы так и не, может быть, ничего не менялся, хотя долги-то растут, и, может быть, в этом-то вина наших управляющих компаний есть. Долги растут, я думаю, да, управляющих компаний вина есть, в том числе, не буду стесняться и скажу честно, в эфире, у нас большие задолженности составляют, ну, не составляют, у нас большие долги возникают, почему, потому что у нас плохая платежная дисциплина со стороны жителей, в том числе, да, в том числе. Поэтому я тоже вот с экрана призываю к жителям, вы примерно знаете, и наверняка не примерно, а даже знаете своих соседей, кто там нарушает эту дисциплину, из-за которых потом приходится там и вам в том числе и страдать. Я прошу проявить свою гражданскую инициативу, и надо как-то воздействовать общественно, да. Понятно. Ну, хорошо. Ну, а вот вы знаете, как этот вопрос решался в тех же самых химках? То есть там что? Или там не так остро строят проблемы? Нет, строить остро проблемы всегда и везде, это на самом деле так. В химках там был у нас свое муниципальное предприятие ДЭС, в котором тоже были проблемы большие с долгами, очень большие проблемы. Я не берусь комментировать сегодняшнюю ситуацию, это будет неправильно, да, неэтично будет, потому что я как бы уже далеко от той ситуации. Ну, вот, ну, вопросы там решались, да. Ну, я не буду озвучивать, как ими. Нет, просто в рамках правого поля решалось все и решается, да, да, да. Вопрос в том, что мы все время говорим, что почему нельзя, как можно, вот прямо на поток ставить дела, отправлять в суд и решать эту проблему. Я не думаю, что… Я вам доложу, расскажу почему, потому что, так как я, кроме того, в банковской сфере занимался проблемными активами, в этой области я все знаю, в принципе, в принципе, вообще консультант. Вот, я расскажу, потому что, во-первых, это затраты, это госпошлины и так далее, это очень длительный процесс, вы понимаете, что с физическим лицом можно судиться и три года, и там, ну, до трех лет можно судиться. Соответственно, деньги, долги растут, вопрос не решается, вот, поэтому, как бы, я считаю, что судебная стадия, это крайняя стадия. Понятно, но поднимать руки-то нельзя, наверное, все это? Нет, поднимать руки нельзя, вот, ну, коль вопрос подняли, вообще, долгами у нас занимается другой зам, такое распределение. Ну, коль я, здесь вопрос подняли, тоже, как бы, в курсе, чуть-чуть могу прокомментировать, только немного, вот. Вопрос этот обсуждается, если не еженедельно, практически еженедельно, то и два раза в неделю, управляющие компании приглашаются на беседы, приглашаются на совещания, приглашается МОС, ОБЛ, ЕРЦ, приглашаются все наши ресурсоснабжающие организации, перед которыми у управляющих компаний есть долги. И вопрос этот постоянно мы муссируем, да, то есть мы его не оставляем в покое, соответственно. Нет, просто я к чему идем, смотрите, вот наша телекомпания регулярно участвует в рейдах, когда вы проводите по квартирам взрослых неплательщиков, но, как правило, это проходит в дневное время, и там, ну, практически никогда никого не застаем. Поэтому, может быть, нужно сменить режим работы, начинать, например, рабочий день с 15 до 22, там. Согласен, согласен. Может быть, на какой-то период обходить, предупреждать, повещать о том, что дело предаваться. Потому что, ну, отчасти есть такие злостные неплательщики, которые знают свои права, но есть люди, которые, ну, вот не успел, забыл, напомнить его в лишний раз. Ну, мы говорим, естественно, о злостных, мы не говорим о людях, которые там бывают, ну, разные истории, там, человек уехал экстренно в командировку, либо заболел, либо что-то еще. Это же надо проходить все, как бы, предмет на каждой истории, к каждому случаю. Нельзя всех подогревать. Опять же, опять же, по пятеречию, я говорю, вот, если людям не выставляли квитанции, то какие можно к ним предъявлять претензии, в общем. Да, а в принципе, а сейчас, плюс, накопилась сумма, сразу такую сумму. Конечно, естественно, ресурсов, основная служащая организация, она же не разбирается. Она по закону, к сожалению, теперь имеет право ограничивать все свои услуги, если у них есть, если есть долг, правильно? Нет, просто я знаю примеры, когда, ну, в элитном доме состоятельные люди, и долги имеют там по 100, по 150 тысяч. К сожалению, это правда, да. И так спокойно живут, и все, понимаете? То есть, это же, здесь вот против таких-то вопросов нужно бороться. Да, да. То есть, единственное, что, вот, раньше на стендах размещались фамилии, дозы, теперь только номер квартиры. Ну, нельзя, потому что это закон о персональных данных, нам запрещают это делать. Ну, а насколько, а можно же просто фамилию называть, а не бывает, где он живет. Ну, вот, мы все, вот, мы, со стороны, защищаем персональные данные, но если вы скажете мне, вот, вы же сотрудник, бывший сотрудник. Бывших не бывает. Нет, ну, если вы скажете, что, ну, преступники не знают персональные данные и кто чем владеет, все они знают. И сейчас все это, все эти базы открыты. Почему нельзя вот так вот наглядно, может быть, человеку стыдно будет? Ну, боюсь, это вопрос не нашей программы. Так это, вот, вопрос нужно массировать. Нет, я считаю, у нас, как бы, у нас, во-первых, есть советы домов, я вот сейчас с этим вопросом буду заниматься, мы будем готовить большой, большой наш форум, большой наш форум, это управдом, на котором я хочу и задачу уже ставлю своим подчиненным, сотрудникам, чтобы мы не выходили туда формально как-то это все проводили, а чтобы люди приходили со своими вопросами. Мы, естественно, мы будем все это решать совместно, потому что у нас должен быть диалог, а не монолог, то есть не мы должны транслировать только, мы должны с людьми общаться. Люди нам должны высказать себе проблемы и нас корректировать как орган власти исполнительный, который работает на благо города. Хорошо, Андрей Константинович, есть еще звонок, слушаем вас, говорите. Здравствуйте. Что ссылаются? Дом управления тоже самое обращались, это не к нам относится. Понятно. А Верьянова 9, да, Верьянова? Да, Верьянова 9. Хорошо, я услышал, я завтра буквально приму меры. Ну, на самом деле, не как опыт учат, а действительно, то есть, во-первых, у нас есть служба единой диспетчерской, вы знаете, да? Я не скажу, что там супермены или боги какие-то, у нас есть единая служба диспетчерской. Вот, вы можете туда позвонить, и ваш звонок примут, и эту сводку, она мне каждое утро на стол поступает, по всем этим моментам, по всем обращениям экстренно принимается решение, ну, насколько возможно. Если, естественно, там требуется какое-то там техническое решение, там сложное, то мы тоже связываемся с заявителем, его предупреждаем. Нет, ну, этой проблеме, вот насколько я все-таки давно работаю, проблеме не один год. То есть, изначально, поскольку микрорайон построен на болоте, а лимневая канализация недостаточно хорошо сделана. А в городе нет вообще, вы знаете, что у нас в городе практически отсутствует лимневая канализация. Я вот как раз буквально сразу, когда пришел, учитывая то, что у нас, извиняюсь, наступал весенний период, период таяния снега, соответственно, я, конечно же, коллегам, подчиненным задал вопрос. А в городе где у нас вообще канализация лимневая? Где? Дайте мне схемы. Мне показали схемы. Ну, это очень-очень ужасное зрелище, если честно, потому что практически большая часть их когда-то была, это не в этом году, не в прошлом, и не 10 лет назад. Они были либо как-то чем-то заблокированы, либо у нас есть один случай, не буду называть адрес, но лимневая канализация шла, на нее поставили когда-то в 80-х годах садик, и все. И, насколько знаю, там директор садика жаловался, что у него в подвале стоит вода. Соответственно, это проблема общая. Нет, но, кстати, в прошлом году, по-моему, впервые за многие годы, вот лимневую канализацию по Семенюка, по Пушкинской прочищали. Я сам лично видел, как машина стоит. В этом тоже прочищали, в этом я контролировал, прочищали тоже. И у нас контракт есть подрядная организация. В этом году не было больших подтоплений? В этом году тоже могу доложить, подчищали, прочищали, я контролировал эти процессы. Но бывают разные. Опять же, у нас очень сложная зима была, очень много было снега, очень много было наледи. Очень много мы посыпали пискосмесь, да, соляной. Извиняюсь. Поэтому, естественно, у нас та мизерная лимневая канализация, которая присутствует, она, естественно, может и забиваться, она забивается. Сейчас мы дороги чистим, то же самое, она может и туда, тем более сейчас дожди пошли, и может и в данный момент забиться. Ну, я услышал, завтра я разберусь. Даже не завтра, сегодня я разберусь. Андрей Константинович, вот как известно, два проекта, топ-10 и светлый город в нашем городе, были реализованы поздней осенью, когда уже, в принципе, стояли морозы, но не было еще снега. Вы знаете про эти проекты? И я думаю, что зимой-то нельзя было засеять траву и все прочее. То есть, что вообще? Много ли дефектов? Вот я, по крайней мере, по Московской улице я видел, что возле фонаря одного провал грунта есть. То есть, дефектовку проводили? Насколько я знаю, там действительно, да, там газонная трава не засеяна, и в этом году будут засеяны трава, и будут высажены цирты, насколько я знаю. А вообще, чтобы было понимание, то есть, подрядная организация, у нее срок гарантии составляет два года, если она все в соответствии не приведет с договором, с заданием, то, соответственно, она будет за свой счет все это устранять. Понятно. Поэтому здесь вопросов не будет. А такой вопрос, а подрядная организация в полном объеме средства получила? Не готова ответить на поставленный вопрос, честно говоря. Не потому что, я говорю, я извиняюсь, я не столь длительный период, не во все вопросы успел погрузиться, потому что, ну, есть такие первоочередные вопросы глобальные. Не секрет, что бывает, вы делаете, потом вам заплатят, а вот потом, потом бывает очень долго. Ну, к сожалению, к сожалению, у нас бывают такие случаи, но не в муниципалитетах, я не буду ни на кого пальцем тыкать. Да, в муниципалитете, как правило, таких случаев нет. Так, если контракт выиграл... Конечно, работа нет, работа проведена, работа соответствует их заданию, работа соответствует всему, акты подписаны, вопросов нет, деньги перечисляются. Нет, просто там деньги финансировались не из районного бюджета, вот поэтому я из-за этого говорю, что финансирование шло из других источников, поэтому... В случае такие, конечно, имеют место быть. Хорошо, так, есть еще звонок, слушаем вас, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос по поводу работы управляющей компании, дом управления, вот опять же по Авельянову. То есть зимой не было ничего посыпано, упал ребенок у меня у подъезда, в больнице сотрясением мозга лежали. Управляющая компания мне сказала, вообще нигде с ним дело, вы упали, и вообще это не наше. Дело, делать все хотели. Также по поводу лифтов постоянно обращаемся. У нас лифты об стенах чуть ли не бьются, ездят. Пешком спускаться, света нет, подъезд не убирается, и сет свой, дом управления, управляющая, управляющая, дом управления. Что-то с этим можно сделать? Конечно, можно. И до сих пор вот то, что ребенок упал, никаких вот нету, милиции меня вызывали, до сих пор нету никакого письма, ни ответа не приветствую. Я тоже вас попрошу, вы контакты и данные свои оставьте, пожалуйста, оператору. Да, дежурному оператору оставьте. Конечно, я всем зрителям говорю открыто, конечно, управляющей компанией, конечно, с ними нужно работать, взаимодействовать. Мы с ними работаем и взаимодействуем. Я понимаю, что это сложные процессы, наверное, для кого-то. Они считают, что это бизнес, как бы, а мы считаем, что они, прежде всего, созданы для того, чтобы жителям жилось комфортно, потому что они существуют на ваши деньги. Вот, позиция такая. То есть, в принципе, за сосульки уже уголовные дела были и не раз, да? Совершенно верно. В принципе, здесь та же самая ситуация, это же некачественно выполненная работа, из-за чего пострадал человек. Ну, я разберусь, но там разберусь. Хорошо, вот вопрос по интернету поступил от Никиты. На улице инженеры облагородны территории вокруг пруда, но помойка, рядом стоящая, портит весь вид. Вокруг валяется мусор, неприятный запах, а также невозможно подойти к помойке из-за грязи. Эта проблема преследует всех жителей уже не первый год. То есть, знаете нашу... Да, конечно, знаю. Я объезд регулярно, ежедневно делаю. С мусоровывозящими компаниями мы работаем, указанием представления выдаем, указанием то же самое, на вид ставим. Ну, как бы работу продолжим в этом направлении, что я могу сказать. Будем исправлять ситуацию. Так, есть еще звонок. Слушаем вас, говорите. А, нет звонка. Так, Андрей Александрович, такой вопрос. Вот в прошлом году в районе также реализовывалась областная программа по ремонту подъездов. Насколько мне известно, наш район не справился с плановым заданием в силу разных причин. Во-первых, там поздно получили задание, средств оборотных не было для того, чтобы все выплатить не подряд. Да, это наша ключевая проблема, средства. В этом году эта работа будет продолжена и сформирована перечень этих подъездов, где это будет выполнено на ремонт. Да. Абсолютно верно. В этом году у нас вообще в целом планируется отремонтировать 717 подъездов. Я могу по городским поселениям озвучить, если интересно. Ну, в принципе, да. Нет, можете озвучить, да. Ну, это для городского поселения Деденева это 20 подъездов. Там городское поселение Дмитров это 488 подъездов. Для городского поселения Икша это 49 подъездов. Для Некрасовского это 35 подъездов. Для Яхрымы это 65 подъездов. Для микрорайона, для Дмитровского муниципального района это 282 подъезда. Вот всего запланировано отремонтировать 717 подъездов по всему Дмитровскому району. Ну, у нас есть, я еще раз возвращаюсь к ранее сказанным, у нас есть проблема. Проблема в чем? Это в связи с тем, что к нам зашла группа компаний ПИК. Вот, у нас немножко эти сроки сдвигаются, потому что там, ну, они как бы, не побудусь слова, хозяйство все принимают. И поэтому у нас немножко сроки эти сдвинулись. Вот сейчас в этом направлении тоже работаем. Буквально вчера я разговаривал и вчера и позавчера с замом других руководителя. Вот, у нас в рабочий режим вошли. Я надеюсь, что мы до них достучимся, что нужно этим заниматься, уже набирать обороты, потому что нам нужно выходить на план. То есть на план, это деньги области, это губернатора деньги. Понятно. Ну, а вот подрядные организации будут наши или опять откуда повезут из других концов нашей страны? На самом деле подрядные организации, у нас же в соответствии с 44 ФСЗ, они выбираются либо в рамках аукциона, либо в рамках конкурса, правильно? Понятно. Ну вот, вы как человек считаете, вот правильно ли то, что, например, из какой-нибудь Рузы приедут сюда Дмитров и делают подъезды? То есть, вот на мой взгляд, люди, которые живут в этом городе, которые знают, они будут делать качественно, потому что им потом будет стыдно лицо смотреть. Вообще, конечно, вопросов в этом направлении очень много, действительно, вопросов. Ну, законодатель нас ограничил какими-то рамками, мы должны действовать в рамках правового поля, в рамках законодательства. Но неужели на уровне правительства страны не видят, что законы эти работают неправильно? Но почему мы не стучим во всех возможностях? Ну, не готов, это не наш уровень вопроса, поэтому, к сожалению или к счастью, не берусь комментировать. Нет, ну просто действительно до смешного. Какие-то моменты есть, да, которые, наверное, ну, наверное, все-таки, почему? Я думаю, что обращения идут в центральные аппараты наши, в правительство России. Я думаю, что там об этом знают и думаю, там какие-то решения тоже будут принимать. Потому что у нас какие-то поправки, исходя из реалий жизни, правильно? Просто, насколько я знаю, выигрывает подряд, ну, выигрывает конкурс одна команда, да? Хорошо, если у нее есть действительно люди, которые это могут выполнить. А зачастую просто ручка, бухгалтер. Ну, сейчас нет. И потом они диктуют свои условия, понятно. Наших же нанимают и все, так как наших не спросишь, они наступ подряд скажут. Ну, такие случаи бывали, но сейчас немножко все по-другому, поэтому... То есть, надеяться будет порядок, да? Да, ну, проблема такая существует, я хотел тоже о ней сказать. Как раз у нас, я уже, не знаю, что ли смотрели, нет, первое мое интервью, когда я только поступил к обязанностям, у нас большая проблема была с детскими площадками. Все жители это прекрасно знают, то есть, она предмет уборки от снега. У нас вышла подрядная организация, выиграла конкурс. Вот. А она выиграла конкурс, но к работам она не приступила, соответственно, своими силами у нас не было ни технической, ни финансовой возможности, ни человеческих ресурсов, то есть, самостоятельно убирать площадки. Вот, а соответственно, опять же, в 44-м ФЗ там есть ряд ограничений, то есть, мы должны, ну, компания должна там в определенный срок это все ликвидировать, мы должны это все подождать, пока она это все сделает, если не сделает. Ну, там ряд, ряд есть и условий, как бы. Поэтому, в связи с этим, у нас площадки, мы пытались как можно, как могли, своими силами, с привлечением каких-то там, не побоюсь слова, там, дружественных организаций на бесплатных началах чистить эти площадки. Вот простой пример. Понятно. Ну, вот из этой ситуации как можно выйти? Если существует, как говорится, собственное муниципальное предприятие, которое имеет всевозможную технику, проще финансировать своих, чтобы они выполняли спрашивать, чем выходить на торги и кого-то нанимать. Абсолютно с вами согласен. Я сразу, можно сказать, с первого дня включился в эту работу. И вот буквально на днях должен быть совет депутатов, насколько я знаю, района, на которой должен быть вынесен вопрос о приобретении техники. Завтра должен быть совет депутат. Ну, на наши нужды. Как раз на МКУ, для МКУ благоустройства и ЖКХ. Вот, потому что на данный момент у нас там очень плохая ситуация. У нас два грузовика, один погрузчик и там 17 дворников. С этими силами мы город не можем убрать, соответственно. Когда у нас будет техника, когда у нас будет возможность... Никогда она у нас будет, это точно. Она у нас будет, соответственно, таких вопросов у нас больше не возникнет. Естественно, это затраты для района, для города. Затраты, но они окупятся. У нас не будет таких проблем. Естественно, это все, как говорится, не отобьется за один год, за два. Но за какой-то период времени, за 3-4 года отобьется. Зато потом у нас будет экономия. Мы не будем тратить на непонятных подрядчиков деньги. Понимаете? Просто смотрите, если организация будет справляться с своими ядностями, она может зарабатывать на коммерческой основе. В том числе и оказывать коммерческие услуги на коммерческой основе. Только цены хорошие, существенно приемлемые применять, и все будут согласны. Ну тоже система противовесов должна быть, потому что мы, прежде всего, технику должны покупать для себя, для города, для района. И у нас цель должна быть не зарабатывание денег, а прежде всего, чтобы у нас город был чистый, красивый и нарядный. Я к чему говорю? У нас есть огромное количество магазинов. Им вместо того, чтобы содержать дворников и уборщиков, им проще заключить договор, если цены будут нормальные. Абсолютно верно. И кроме того, насчет магазинов, у нас предстоит это совещание, на котором, естественно, мы обратимся к собственникам имущества, чтобы они прилегающую территорию приводили в порядок и занимались благоустройством в соответствии с действующим законодательством. Понятно. Почему, я не знаю, почему как-то это не делалось, я не знаю, но я не комментирую ничего. Понятно. К этому мы придем обязательно. Это мы обязательно придем к этому, и этим мы будем заниматься. Что касаемо раскрепления территории, она существовала уже многие годы, просто в последнее время как-то, может быть, не так спрашивали достаточно. Ну, я же сказал, я не берусь комментировать, это неэтично. Вопрос по уборке. Он спрашивает, кто отвечает за уборку территории ДФС? Весь врезерно-спашина и помойка, урны не убираются, весь мусор из них вывалится, разносится по всему поселку. Собирали листу неделю назад, упаковывали в мешки, они рвутся, особенно умные, тогда уже бытовой мусор бросают. Ну, вопрос на две части разделены, да? Да, да, с одной стороны этого. Естественно, я же говорил, наш комбинат, не комбинат, это я по старой памяти, извиняюсь, это в Химках комбинат благоустройства сильнее. Наш МКУ, ЖКХ и благоустройство за придомовые территории отвечает. То же самое, я сейчас поясню, почему там проблема была. Вот. А за вывоз мусора, насколько я знаю, там Эко Жилком у нас и Дмитра Вэко, насколько я знаю. Вот я сегодня буквально, я говорю, сегодня был на ДСФС, мы планируем там масштабную уборку, сегодня буквально был, с руководителями, посмотрели все там, как там все красиво и нарядно. И в парке там у нас проблемы есть. Я это все вижу, объезжаю, будем все это устранять. Понятно. Так, хорошо, есть звонок, слушаем вас, говорите. Здравствуйте. 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 У меня просто такой вопрос. Вот раньше мы платили, квитанция приходила, была просто одна, то есть, ну, одна, одна, строка. Ну, один счет и все. А сейчас в квитанции 20 ООО. Вот откуда они взялись, что они себя представляют? Просто интересные. Спасибо за вопрос. Я думаю, вопрос многих телезрителей интересует, я расскажу. ну, уже недавнего периода времени у нас принято решение вообще на уровне и области о том, чтобы в целях избежать, как сказать, ликвидации рисков, наверное, даже так сказать, рисков, опять же, неправильного расходования денежных средств, поступающих на счета управляющих компаний, принято решение, что через, например, МОС, Обл, ИРЦ, да, деньги поступают, ну, это сейчас технически рассчитывается. Ну, расщепление. Да, совершенно верно, да. Деньги поступают туда сразу непосредственно на счета ресурсоснабжающих организаций. То есть, не на счет управляющей компании поступают деньги, а непосредственно на счет управляющей компании в МОС и ИРЦ, и она в соответствии с договорами ресурсоснабжающим организациям эти деньги перечисляет. Соответственно, риски непоступления, ну, до того, что деньги не дойдут до организации, они минимизированы. Здесь как раз, наоборот, лучше. Пускай этот счет будет большой, но, по крайней мере, вы будете знать, что ваши деньги дошли до того, кому они положены. Естественно, больше там много строчек будет. Кроме того, вы знаете, да, кстати, хотел ответить на вопрос, потому что наверняка он у зрителей есть. Это вопрос, касаемый фонда капитального ремонта. С 1 января у нас фонд, областной фонд капитального ремонта, он со всеми агентами расторг договора, вот, и принято решение, что все деньги будут проходить через МОС, Обл, ИРЦ. Вот. Соответственно, сейчас переходный период, вот в апреле месяце, они обещают, что всем, ну, опять же, у кого договора, у компании управляющие, у которых договора заключены с МОС, Обл, ИРЦ, появится еще одна строчечка на капитальный ремонт. Соответственно, у компаний, у которых, ну, есть у некоторых свое ИРЦ, у которых не заключен договор с МОС, Обл, ИРЦ, будет отдельная квитанция, в которой будет, ну, счет на оплату. Но, опять же, еще хочу сказать, жители, ну, ко мне приходят, там, интересуются. Сейчас есть возможность, я понимаю, что за 4 месяца очень тяжело, наверное, всем жителям будет оплатить эту сумму, она будет, возможно, неподъемная для кого-то. Мы понимаем, что мы не в Нью-Йорке живем, уровень зарплаты, уровень жизни. Вот, поэтому есть возможность сейчас самостоятельно оплатить за себя, непосредственно эти, внести эти платежи на счет фонда капитального ремонта. Это нужно зайти на сайт фонда капитального ремонта Московской области, его легко найти, да. И там, там есть реквизиты. Андрей, Александр Ильич, я вас поправлю, у нас эта статья уже давно идет. У нас в квитанции есть капитальный ремонт. Не у всех, даем докладу, не у всех есть. Не у всех. Я же говорю, не у всех. Я точно знаю, я с проблемой знаком, мне вопросы задают. Да? Да, некоторым еще некритерпетенции не принесли. Ну, понятно. Да. В принципе, у нас это уже, по-моему, два года уже идет. Нет, нет, это с 1 января, с 1 января. Нет, это опять же. Пришло, что оно идет непосредственно теперь к нам сразу, да? Но это другой вопрос, что непосредственно к нам идет. А так, в принципе, на капитальный ремонт уже люди два года платят. Нет, я не об этом. Я говорю, начислять строчки и люди задают вопросы, говорят, у меня там зарплата небольшая, сейчас за 4 месяца мне выставят огромную сумму, я просто ее не подтяну, в чем не делаю. Потом с меня начнут взыскивать, ну, люди переживают. На самом деле, у нас все, большинство жителей до выпроградочных. Ну, то есть, это упущение, что, может быть, в каких-то домах эта строчка пропала, да? Нет, нет, я же объяснил. Это фонд капитального ремонта, это комплексный вопрос, вот сейчас переходный период. Вот в апреле месяце они обещали этот вопрос решить полностью. Ну, понятно. Это вопрос общий, как бы это не... Хорошо, так, есть звонок, слушаю вас, говорите. Добрый вечер, Андрей Константинович, у меня такой вопрос. Я проживаю в центре города, Пушкинская, 62А, деревянный дом, муниципальный. Во дворе дома есть стол, просили многократно на Доброделе, чтобы повесили фонарь. Так талантливо отписывались, что просто изящно, дальше некуда. Вот прошла информация, что будут наказывать сотрудников, которые так отписываются, потому что все соседние дома освещены так, как вот в операционной, там навешаны фонари дико. Вот хотелось бы услышать, что вы его ответили. Ну, тоже это вопрос предметный, давайте тоже оставьте свои контакты данные. Я, честно говоря, Ну, просто анлександричный новый человек, поэтому сразу сложно так сориентироваться. Да, я просто по вашему слову, честно, не готов сейчас ответить, и не хочу, чтобы каким-то банчиком показаться сразу. Поэтому контактные данные оставьте свои, также с вами свяжемся. Я думаю, если возможность там техническая есть, мы это вопрос решим. Но я надеюсь, ваши помощники смотрят эфир, записывают вопросы. Ну, записывают, да, конечно. Хорошо. Вопрос к нам от Ирины, из села Рогачева поступил. Село Рогачева приглашает вас в гости. Проблем много, ничего не решается. Видимо, из-за отсутствия средств. В многоэтажках, подвалах вода, питьевая вода ржавая, дом 56 по улице Мира частично отсутствует отмостка. В подвале рассадник комаров и земляных блох. То есть, нет ли этого дома в программе капитального ремонта? Давайте посмотрим. На самом деле, список огромный, поэтому я извиняюсь, что я буду прибегать к шпаргалкам, так сказать. Это нормально. Ну, просто он огромный, наизусть всего не выучили. Его невозможно. Какой адрес, извиняюсь? Рогачева. Адрес конкретный. Дом 56 по улице Мира. По подъездам я однозначно скажу, все подъезды, которые нас требуют капитального ремонта, они все в программу включены. Все. А вообще, где с этой программой можно познакомиться? На сайте есть администрация? Или где? На сайте администрации он должен быть. Ну, я боюсь, что там сложно будет найти. Тоже с сайтом надо работать. Да, мы поняли. Сейчас, Рогачева, да? Да, Рогачева, улица Мира. Так, секундочку. Рогачева. Какой дом, 17-й? Улица 56, дом 56. А, так, улица... Докладываю. Улица Мира, дом 17. И так, Рогачева, Подьячева, дом 2. Нет, Подьячева, это другое. Да. Но Рогачева. Ну, то есть, дом 56 не значится? Пока нет. Ну, надо обращаться, включать его, почему нет? Надо выходить с инициативой, почему нет? Хорошо. Андрей Александрович, ну, в принципе, это одна из задач, которые мы должны были сегодня осветить, это предстоящий субботник. То есть, в принципе, в эту субботу по всему Подмосковью пройдут субботники по благоустройству. То есть, какие работы масштабные, запланированные в этом году в нашем городе? И приглашаете ли вы людей принять участие? С удовольствием приглашаю, нам помощники нужны. Расскажите, как это будет. Да, и что каждый хочет и готов навести порядок и в своем доме, и в подъезде, и во дворе, правильно? Вот. Поэтому, как бы, в этом году субботник у нас проходит под эгидой «Убери свой подъезд, убери свой дом». Управляющие компании, насколько я знаю, как мне доложили, но я думаю, я уверен, что так и есть, они готовы к этому, готовы предоставить инвентарь, готовы все, что необходимо для этого предоставить. Со списком мест, где управляющие компании будут выдавать в инвентарь и все прочие необходимые принадлежности, можно ознакомиться на сайте нашей администрации, там есть, там это легко найти. Затем, люди, которые хотят поучаствовать в целом в уборке, ну не только в уборке своей передовой территории и подъездов, а в целом где-то еще в городе уборку произвести, то же самое. У нас на сайте есть информация, где можно получить инвентарь, вот. Также список тоже, где мы будем проводить эти все мероприятия на сайте есть, так что, ну я не буду озвучивать, там все доступно, можно ознакомиться, на первой странице. в прошлом году массовый субботник проходил у нас на территории бывшей воинской части. Я знаю, да. Навели порядок, но вот единственное, что год прошел, за это время только пожар еще случился, а часть как стояла брошенной, так и стоит. Ну, часть, к сожалению, опять же, мне тяжело там предметно обсуждать это, насколько знаю, землю нам не передали, но это опять же, насколько мне известно, могу и ошибаться, недвижимость нам передали, вот то, что там плачевное, вот это, могу ошибаться опять же, вот, а землю нам так и не передали, то есть, поэтому, да. Как говорится, вроде хотели помочь, но ничего не получилось. Ну, это сложный вопрос, это мы тоже думаем, что с этим делаем. Вопрос к нам заранее поступил от Николаевича Любови Ивановны с улицы Космарана в дом 39. Она интересуется, когда начнется ремонт подъезда в их доме, ремонта не было 15 лет, и когда начнут ремонтировать дорогу вдоль этого дома, поскольку, когда строил детский сад Звездный, обещали отремонтировать после окончания строительства, но так ничего и не сделано. Ну, насчет дороги, давайте мне передадите, я посмотрю. Да, да. Потому что у нас очень большие объемы работы, действительно, я еще не могу предметно по каждому столбу и по каждой гвоздью, но не готов ответить. Я думаю, мало кто готов. Ну, понятно. этим нужно жить, когда несколько времени звезды, ты уже поймешь. Это даже не один год, я скажу. Да, да, да. Если про проблемы больные, она уже... Да, согласен. Ну, проблемы больные, я говорю, люди ко мне приходят, жители нас тут, я не обманываю, решаем вопрос. Хорошо. дом 7, в городе нет общественных туалетов, будут ли устанавливаться в них, если у них необходимость, как раньше? Хороший вопрос, но я думаю, у нас есть такой прекрасный портал Добродел, все о нем знают, там ежегодно проходит голосование по благоустройству территории, какой-то, жители сами принимают решение, какую территорию мы будем в следующем году благоустраивать. Соответственно, я предлагаю написать жителям, опять же, мы исходим из количества обратившихся и смотрим по большинству голосов. Если у нас много людей обратиться, так сказать, жителей с проблемой обустройства туалета вообще есть. Ну, понятно. Да, поэтому я думаю, будем принимать решение. Вообще, есть у них такая острая необходимость? Просто у нас сейчас огромное количество торговых центров, по-моему, они там все туалеты в открытом доступе, Я думаю, что да, у нас и в центре, и в Макдональдсе есть, и торговые центры. Я думаю, что, наверное... То есть, на период массовых мероприятий приводится мобильный? На период массовых, мобильный, мобильный туалет у нас есть в наличии, мы их приносим, привозим. Нет, раз единственная есть проблема, все-таки автостанция, там был стационарный, как говорится, туалет, но его закрыли. Ну, на автостанции, это, я так понимаю, территория автостанции, это надо то же самое. Опять же, если, я еще раз говорю, если люди в Доброделу напишут, как бы, ну, будет количество обращений... Большое, большое, соответствующее, естественно, этот вопрос, мы нет, ну, как бы, в любом случае, если Доброделу напишут, мы все равно будем с руководством автостанции, естественно, связываться, там, как-то выяснять этот вопрос. Но если большое количество, то, соответственно, понимаете, да, все идет от граждан, все в вашу, как говорится, на самом деле. Понятно. И вот несколько вопросов поступило, когда почистят речку Березовец, или это просто невозможно дышать? То есть там еще предыдущие, я смотрю, были. Тоже хороший вопрос. Будем им заниматься. То есть вы знаете, где речка Березовец, да, у нас еще? Долю улицы Оборонной, вот это... Я понял, я знаю, там, там дети зимой на коньках катаются. Да. Периодически. Да. Ну вот, насколько, не насколько, а чтобы не было потопления, в этом году я проезжал, потопления там точно не было, потому что там, насколько мне докладывали всегда, церковь потапливает, да? Нет, но там, в принципе, никогда ничего не было. Ну вот, в этом году было опасение, что церковь в церковь может потопить, глава давала поручение, я выезжал. У нас чаще на сено подтопления были, да, там были, а здесь-то как бы никогда не помню, чтобы подтапливалось ручей Березовец. Мне задачу поставили, я смотрел, я же... Понятно. Ну, то есть в планах, просто в свое время, я вам просто расскажу, у нас была мечта, и там же планировали, там же сделали запруды небольшие, чтобы уровень воды подняться, и чистились. Давайте, опять же, зону отдыха хорошую. я услышал. Но единственное, что вдоль речки Березовец настроили магазинов, и на мой взгляд, они далеко не все имеют нормальные очистные сооружения, а просто свои отходы сливают в речку, поэтому запахи пошли. Это больной вопрос, я в курсе, в курсе его, поэтому мы хотим собирать предпринимателей, у нас есть желание, хотим все вопросы злободневные обсуждать, которые, я не знаю почему, может быть, они обсуждались, может быть, не обсуждались, но будем обсуждать заново, в любом случае. Хорошо, так, есть еще звонок, слушаем вас, говорите. Здравствуйте, Андрей Константинович. Да, здравствуйте. Я учительница села Потопки, деревня Потопки. В сентябре месяце села заключение сборов на вывоз мусора. Вы пропадаете, вы пропадаете, не слышно. Но я вот это, погромче буду. До сих пор нет ни контейнерной площадки, ничего. Я что, должна сама контейнер заказывать, сплатить 4,5 тысячи. Поддубка? Где у вас что-то? Да, деревня Поддубки. И у вас... Выставляют заключать договора с Дмитром Эко, а контейнера нет. У вас договор, давайте, у вас договор с Дмитром Эко заключен, а контейнер они вам не предоставили, да? Да, да, так получается. Правильно? Да, да, да. Деревня Поддубки, адрес. Ну, это там деревня, значит, на всю деревню нету контейнера. Я тоже услышал, хорошо. Хорошо, уж скоро мы затронули тему вывоза мусора, полигон ТБО, это не ваша компетенция, но тем не менее, мусоровозящие компании, за их деятельность отвечаете вы. Вот на ваш взгляд, как они работают, и когда все-таки мы перейдем к цивилизованному сбору мусора, когда у нас появятся контейнеры для раздельного, то есть разделения. Ведь все вот эти митинги и все прочее, они будут бесконечны, пока мы не начнем цивилизовывать. Это действительно больной вопрос. Больной вопрос построить... Больной вопрос вообще области, я скажу. Больной вопрос построить, на мой взгляд, построить мусоросортировочный мусоросжигающий завод. А начать, приучать людей отдельно нести бутылки, отдельно нести пластик, отдельно нести пищевые отходы, Это не больной вопрос. Это, на мой взгляд, в течение года можно людей приучить к этому. Согласен. Этот вопрос прорабатывается на уровне губернатора сейчас. По срокам я вам не доложу сейчас. Я скажу, вопрос прорабатывается, он стоит остро, и он прорабатывается. Я думаю, что решение себя ждать не заставит. Но вы считаете, три разных контейнера это проблемы поставить? Ну, это не проблема, это проблема другая. Проблема вывозе, проблема, ну, это много проблем, на самом деле. Проблема, смотрите, то есть если мы поставим три разных контейнера, и в один мусоровоз это будем скидывать, это же неправильно. Это блеф. Нет, это правильно. Понимаете, да? Поэтому надо вопрос комплексный, как бы вот такой, и ни одну копейку он стоит, понимаете? Но просто прорабатывается еще раз на уровне губернатора. А я говорю, что это решается элементарно. Смотрите, у нас количество мусора больше не станет. Просто к одному и тому же мусорной площадке будут подъезжать три разных машины и забирать в разное время мусор. И все. То же самое. Объем-то не увеличится. Просто если она раньше 10 контейнерных площадок проехала, и все полное. А теперь она проедет 30 площадок, а следующей машине еще 30. И все. То есть это же решается-то. Объем-то, он не прибавится, мусор. Как есть, так и есть. Если новые дома не поставят. Я еще раз повторюсь. Вопрос прорабатывается. По срокам я не готов доложить. Хорошо. Так, есть еще звонок. Слушаю вас. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоят жители дома номер 3, поселок ДЗФС, город Дмитров. Нашему дому 49 лет. Он 69-го года постройки. У нас течет крыша, как друшлаг. Наши жители, по-моему, уже к вам обращались. Значит, фонд капитального ремонта, как он там планирует, так, ну я думаю, что нашему дому давным-давно пора сделать капремонт крыши. Крик души. Помогите. У вас управляющая компания, у КЖКХ, да, по-моему? Да, да, да. У КЖКХ у вас, да? Насколько да? Ну я вот буквально... Хорошо. Я вас услышал, хорошо. Понятно. Нет, я вас услышал. Вопрос слышим. Единственное, какие проблемы бывают, знаете, то есть, опять же, чтобы людям на голову сосули, как говорят в Петербурге, не падали сосульки, вот, естественно, я это просто контролировал, заставлял себе компанию, управляющую, чистить снег. Ну не заставлял их, не могу заставить, я их, как сказать, просил, да, вот, чтобы они, естественно, занимались очисткой снега. Ну, некоторые компании подошли к этому буквально, и на тех домах, где мягкая кровля, они там чистили, то есть снег, а, ну и проткнули крышу, честно говоря, повредили ее. Такие проблемы есть, я знаю. Вот конкретно по этому дому я не помню, но я услышал, завтра, завтра разберусь. А, Дмитрий Александрович, как правило, мягкой кровли сосульок не образует, то есть, она же плоская, поэтому... Нет, ну там есть эти, сливневки, там еще что-то, такие вещи, я знаю, нет, есть разные, есть разные виды. Да, хорошо, так, ну, время-то у нас пролетело быстро, единственный вопрос, когда начнется ремонт ямочный? Ямочный ремонт начнется в срок, все ямы отфотографированы, внесены в базу, у нас неоднократно уже совещание проводилось, мы не в красной зоне там, я должен сказать, то есть у нас у министра транспорта на совещании был, все, будет срок, подрядчики практически все уже отыграны, да, определены, Они отыграны, да, подрядчики, подрядчики, насколько знаю, они не первый год здесь работают, опять же, с учетом не каких-то там вопросов, вот вы задаете вопрос, почему подрядчики наши, а там не какие-то. На самом деле, что содержание дорог, что вот их асфальтировка, у нас с учетом удаленности от центра, от Москвы, не от центра, от Москвы, удаленность есть, очень много проблем даже с подрядчиками бывает, не все хотят те же самые дороги обслуживать, у нас дороги, я вам докладываю, у нас один подрядчик все время обслуживает, потому что он единственный выходит на конкурс. И с теми объемами, то, что мы, ну, те объемы финансированные, что мы можем для этого предложить, естественно, ну, он единственный, он здесь живет, он здесь работает, его это устраивает, других это не устраивает, понимаете, поэтому вот такие проблемы есть. Ну, у нас были мощные предприятия, к сожалению, они ушли. Да, насколько да, к сожалению, до меня было, да, я первым вопросом, первый вопрос мог бы, когда я сюда пришел, с какими предприятиями мы будем взаимодействовать, когда у нас пойдет большой снег, да, ну, это стандартная ситуация, просить предприятия, чтобы помогли администрации, ну, к сожалению, у нас предприятий нет таких уже мощных, которые могут нам помочь. Так, хорошо, наверное, будет последний звонок и будем завершать наш эфир. Слушаю вас, говорите. Здравствуйте. Не слышим вас, не слышим. Мы сказали так. Ваши деньги, вы их и разыскиваете. Это что такое? Это кто вам такое отведал? Не слышал. Не слышал, к сожалению, да. Не поняла. Кто вам ответил, что нужно, это ваши деньги вы связывались? Не понимаю я вам. Сейчас переведут ей. Это я не знаю, что Мосэнерго теперь перевели вот этот вот, мы сходили там все, разобрались, позвонил я из дома в этом месяце, получила точно такую же квитанцию. Те деньги не пришли, не нашелась и так, не пришли с почты. И они мне сказали ваши деньги, вы их и разыскиваете. За электричество, за электричество. За электронное подтверждение. Может быть, есть смысл к вам напрямую на прием прийти? Да, приходите ко мне на прием, конечно. Вопрос решим, разберемся с этой ситуацией. Если там кто-то неправ, вмешаемся. Хорошо, Андрей Константинович, время произвело очень быстро. Какие будут пожелания нашим телезрителям? Пожелания нашим телезрителям, наконец пришла зима, наконец пришла весна. Я желаю, чтобы все ее встретили очень хорошо, в плане позитивно, поучаствовали в субботнике. Как Сент-Экзюпери говорил, сначала нужно навести порядок в своем доме, а потом заниматься другими делами. Поэтому я предлагаю всем выйти на субботник, поучаствовать в нем, навести порядок в своем доме, в своем дворе. Потом может кто-то поедет на дачу, в шашлыки. Ну понятно. И основное еще не забывайте оплачивать коммунальные платежи. Коммунальные платежи нужно оплачивать обязательно, потому что этот вопрос очень важный, злободневный. Если кто-то не оплачивает коммунальные платежи сам, за него будут страдать соседи. Это вы знаете, и от этого никуда не уйдешь. Кроме того, предупреждаю, что у всех ресурсов снабжающих организаций сейчас есть право отключать и потребителей, и в целом, если у дома есть платежи и дома, и даже районы. Поэтому, к сожалению, это так. Но в таких реалиях живем. Понятно. Ну что ж, этими обращениями мы завершаем наш сегодняшний эфир. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был заместитель главы администрации Минского муниципального района по коммунальным вопросам Андрей Костанович Медиченко. Андрей Константинович, ну что, остается только поблагодарить вас за участие в прямом эфире. Спасибо. Чтобы те энергичные планы, которые у вас есть, они исполнялись. Чтобы как можно было меньше нареканий со стороны жителей на работу коммунальной службы и всего самого доброго. Спасибо, будем стараться. Спасибо. Мы с вами прощаемся. До свидания. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»